Ну что ж, друзья, всем привет, с вами как всегда Полоскун, и сегодня я решил сделать небольшое видео и рассказать о новом Титане Бэд Вир в игре Вароботс. Ну а друзья, перед началом данного видео я бы хотел провести довольно большой розыгрыш 50 Титанов Бэд Вир. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три простых условия. Во-первых, вам нужно подписаться на мой канал. Во-вторых, вам нужно поставить лайк этому видео. Ну и в-третьих, вам нужно писать любой комментарий с указанием своих ID и платформы. Определяться победители будут с помощью рандомайзера, ну а более подробную свою розыгрыша вы сможете найти в описании. Итоги розыгрыша будут подведены 22 марта в пятницу в моей группе во Вконтакте, а также на моем дискорд сервере, ссылки на которые будут в описании. Ну в общем ладно, немного отвлеклись, давайте уже переходить к теме данного видео. И вообще ситуация какая. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что вместе с обновлением 999 в Воробот добавили нового Титана и пушки. Титан называется Бэд Вир, вот так он выглядит, я думаю вы все уже его видели в моих роликах, там у других авторов. И такие вот пушки Пиро Инферно. И я как бы думал, что все и так знают, что эта вещь очень сильная, там ходит, всех разбирает. Но как бы нет, я об этом писал у себя в социальных сетях, и мне многие говорили, что мол Титан фигня, что он там не играет особо в высоких лигах, тащит только новые пушки Пиро Инферно. И мол тот же Эйфель на пяти таких же пушках разбирает Бэд Вир буквально за секунды. Ну и на самом деле я с этим полностью не согласен, поэтому сегодня я решил сделать такой вот подробный обзор, рассказать о самом Титане, его протестировать в реальном бою, показать вам. Ну и в принципе давайте уже начинать. Значит, первое, что хочется отметить, что Титан по сути является сейчас одним из лучших танков в игре. Да, конечно, прочности у него, наверное, поменьше, чем у Лучидора. Кстати, давайте с вами посмотрим, сколько прочности, допустим, у Лучидора моего. Так, у меня же здесь был Лучидор. Ну или давайте Рука возьмем. Да, вот, допустим, Рука у них там примерно одинаковая прочности. У Рука 753 тысячи. У Бэд Вира 750 тысячи, то есть там разница, она незначительная. И вообще в бою это, ну, не чувствуется. Там эти 3000, вообще ничего не изменится. Ну вот, то есть прочности у него примерно так же, как и у других танков в игре. Но, наверное, ключевое отличие это в том, что у него есть щит-абсорвер. По сути, это такой же щит, как и у роботов Арис, Хадис и Немезида. Но только они окружают себя этим щитом, в то время как Бэд Вира оставляет такой, этот щит перед собой. И, по сути, все противники не могут наносить ему урон. Ну, конечно, если они там не поставили шеллбрейкер в активный модуль. Но так они будут по щиту стрелять и не будут дамажить самого Бэд Вира. Ну и также еще суть в том, что когда стреляют по этому щиту, робот внезапно повышает свою прочность. И, наверное, это та вещь, которую, наверное, никто внимания не акцентирует. Но это реально. То есть ты можешь взять вот этого Бэд Вира, разогнать его прочность благодаря пилоту и модулям там до условного полтора миллиона прочности. Ну, может чуть поменьше. Вот. И потом при помощи как раз вот этой способности и кораблю разогнать прочность Бэд Вира до трех миллионов. То есть это звучит что-то такое, наверное, невероятное. Но это реально в боях можно сделать из-за особенностей как раз вот этого щита. И еще вот турели Durability Extender на корабле. Ну и также здесь еще есть вторая способность Титана Бэд Вир. И она накладывает на выбранного противника, по сути, эффект Блайнд. Но он называется Таунт. И суть в том, что он может наводиться только на вашего Бэд Вира. То есть у него как становится все как Блайнд. То есть он ни на кого не может наводиться, кроме вашего Титана. То есть, по сути, это видоизмененный Блайнд. И называется он Таунт. И также, что забавно, еще при активации способности на этого робота-противника накладывается способность Deathmark. То есть этот робот начинает получать повышенный урон. Ну и помимо этого, ну то есть это основные такие достоинства. Также огневая мощь у Титана, наверное, классическая. То есть она такая же, как у Рука, такая же, как у Лучидор. То есть у всех танков примерно такая же огневая мощь. Это одна альфа-пушка и две бета-пушки. Ну и тут, само собой, надо ставить огнеметы. Сейчас, наверное, топ-1 пушки. У них 5000 урона. Но это 5000 урона, они там за частицу. А там у них частиц вообще фиг знает сколько. Поэтому огнеметы сносят все, что угодно на своем пути. Ну и также, отвечая на вопрос о том, что там Эйфель разбирает Бедвира буквально за секунды на огнеметах, это неправда. То есть если ты будешь грамотно играть, ты выставишь перед собой вот этот вот щит, то ты, наоборот, будешь очень здорово получать прибавку к прочности, в то время как по тени ты не сможешь попасть. Также отлично сборку дополняет Таширо Курасава. Это этот легендарный пилот на Бедвира. И он увеличивает длительные щита на 5 секунд. То есть это реально получается прям щит очень долго действует. И вот эти вот все Эйфели, они в этом плане, ну, проигрывают, понятное дело. Но также еще вот этот пилот увеличивает прочности на 10%. И также увеличивает бонус к прочности вот получаемым в щит урона на 15%. То есть это то, о чем я говорил. То есть просто получает бонус, а с этим пилотом еще больше. В общем, сборка убийственная. Ну и мы сейчас будем все это тестировать. Только перед этим я еще расскажу про модули. Я поставил такую вот комбинацию. Я поставил два Titan Repair Amplifier и два Damage Controller. И на самом деле я на такой сборке отыграл уже боев, ну, 25-30. Но я пришел к мысли о том, что надо один Damage Controller поменять. Потому что, да, это, конечно, все хорошо. Серая прочность, ну, серый урон практически не накладывается. Но лучше все-таки поставить Quantum Sensor. Я на личном аккаунте играл с такой комбинацией. И очень сейчас много товарищей ходит в Invis. Это как и Муги, так и Линксы, так и Мурмс всякие. Поэтому вот этот вот Quantum Sensor, он будет намного лучше себя показывать, чем второй Damage Controller. Ну а так, Титан... А, да, кстати. Титан еще сам по себе постоянно хилится. У него есть пассивная способность. И он восстанавливает в себе прочность постоянно. А вместе с Titan Repair Amplifier, там хил какой-то бешеный становится. То есть это еще один плюс, почему надо брать Бодвира. Дэмэдж контроллер повышает прочность на 15% и также... А, на 16%, да. И на 15% уменьшает получение серого урона. То есть ты получаешь урон, но ты его можешь потом восстановить. И ты это делаешь благодаря способности вот этим вот двум модулем. Ну а Quantum Sensor, я уже говорил, позволяет наводиться на врагов в режиме невидимости на дистанции до 350 метров. Поэтому сборка офигенная, вот. И кто бы ничто не говорил, что Ифельт на огнеметах вообще разбирает вот этих Бодвиров, я не согласен. Мне кажется, это лучшее, что сейчас есть в игре. Одно только жалко, что получить это сложно. Поэтому обязательно участвуйте в розыгрыше. Может хотя бы Титана бесплатно так получите. В общем, ладно, давайте уже пойдем с вами в бой. Я предлагаю пойти в режим смертельной битвы. Потому что с маяками, конечно, можно очень тоже неплохо отыгрывать. Но весь свой потенциал раскрывается как раз при игре в режиме смертельной битвы. Потому что там надо убивать роботов противника. Вот. И тут на самом деле сейчас должно получиться довольно красиво. Так, карта не идеальная. Ну прям вообще. То есть для Бодвира лучше карты, которые рассчитаны на игру на ближней дистанции. Потому что, ну блин, у пушек 350 метров всего дистанция. И то она поменьше будет. Так, вот меня уже застанили. Я не понимаю, зачем в самом начале вот так делают. То есть даже, понимаете, вот если ты играешь в режиме с маяками, окей, это там даст какое-то преимущество. Там противник не добежит. А в режиме вот зачем постоянно мне способность против меня активировать, я не понимаю. Но, видимо, человек что-то знает, что не знаю я. Да, вот они, видите, прям все взяли этих своих дальнобойных. Но мы сейчас им покажем. То есть мы сейчас... К нам хотел телепортироваться, вот. И очень зря он это сделал. А вот это, кстати... Ну да, вот все, все, мы сейчас его разберем. Нам просто сейчас самое главное титана зарядить. И все, нам больше ничего не надо. И сейчас вот этих дальнобойных товарищей поразбирать. Потому что они очень раздражают, очень так пытаются тебя разобрать. Ну вот там еще, да, вот этот вот бегает товарищ. Титан у нас пока еще не зарядился. Так что можем бегать и всех уничтожать. Так, ну все, мы сейчас разобрали четверых товарищей. Неприятных самых, которые нас издалека фигачили. И вот по-хорошему надо туда идти, их там поразбирать, чтобы они налево уходили. И мы сейчас титана привели. У нас все было очень хорошо. В общем, сейчас нам надо что-то сделать. Потому что, блин, мне кажется, мы таким темпами до титана не даем. Сейчас они что-то быстро умирают очень. Так, ну давайте телепортируемся. Это у нас Хадис. Мы его очень быстро разбираем. Так, и вон ушел, ушел. Кто-то там бегает такой. Это Гарпи, что ли? Нет, это у нас Кьюри бегает. Причем какой-то неубиваемый Кьюри. Ну, это ему не сильно помогло. Так, и все. У нас уже есть титан. И я предлагаю его высаживать. Берем и высаживаем вот так. Ну и моя тактика сработала. Они все высадились слева. И на самом деле они это очень зря сделали. Потому что мы сейчас будем их неистово разбирать. Я не знаю, то есть... А, ну да, видите, огнемет. Даже на рефлектор пофиг. Конечно, я урон себе нанес тоже. Вот. Но я сейчас похилиюсь вот этим вот кораблем. Авалон, по-моему, называется. Вот. И видите, вот этот вот Quantum Sensor, который я поставил, он очень хорошо тоже помогает. Ну все, мы дошли на их базу. Им уже ничего не поможет. Это просто жесть. То есть мы берем и на титане всех разбираем. Это что-то невероятное. Конечно, сейчас они будут там высаживаться. Нам придется, конечно, долго до них идти. Потом они будут здесь высаживаться. То есть они нас будут переигрывать по стратегии. Ну и то, что у нас скорость маленькая. Но это не сильно им поможет. То есть мы уже этот бой выиграли. Там счет 18-5. Поэтому. Ну они, да, видите, они там высадились. Я пока к ним дойду. Там еще мои товарищи сейчас будут их разбирать. В общем, не хотят они здесь высаживаться. Они понимают, что ничего хорошего их не ждет. Поэтому надо хотя бы попытаться дойти до них. Да, вон они там бегают. Вон, осталось буквально 20 метров. И мы сейчас разберем вот этого Фенрира. Да, мы разобрали Фенрира. Кто здесь еще бегает? Вон Сераф летает. Ну, Сераф это, конечно... Да, Ливинг Ледженд сделали. Не, ну это вообще жесть. Это Кьюри, который вот имбовый считается, тоже разобрали. Вот сейчас, кстати, будет интересная битва. Сейчас мы берем против Лучидора. Вот. И видите, кстати, самое интересное, я даже щиты не использовал ни разу. Это вообще жесть какая-то. Вот ослепляем Лучидора. Пусть он на нас наводится. Че? Активируем щит. Все. У Лучидора шансов нет. Он просто разбирается за секунду, как и этот Дагон. Блин, только единственное, я не посмотрел, я сделал глупость. Я пушки довел до предела. Поэтому мы... А, ну мы все равно Дагон разобрали. Не знаю, как, правда. О, высаживается Кит. Это что? Серьезно? Кит в чемпионе? Вы что? Выберем? Уничтожаем просто? Не, ну это жесть какая-то, серьезно. То есть это очень такая комбинация сильная получается. Ну и мы уже точно с тобой выиграли. Они ничего не смогут сделать. И я, кстати, обращаю ваше внимание, что 2 миллиона прочности у нас. То есть серьезно. Ну почти 2. То есть до скольки там? До трех реально можно довести. Если ты там попался против клана и тебя там, например, очень сильно бьют, по счету стреляют. Тогда да. А вот, кстати, Муромит, который мы сейчас тоже разберем. Потому что я поставил квантом вот этот вот радар или квантом сенсор. Я их путаю. Видите, то есть вот именно вот эта сборка, комбинация с модулями, она прям превосходная. То есть я не знаю, что там другие товарищи ставят, я не смотрел. Но вот мне кажется, что вот квантом сенсор вот этот, он очень хорош. Так, ну и у нас остался один противник. Это бедный Линкс. Но мне кажется, там союзники вот разберут. Все, бой выигран. Сейчас мы, может быть, только... А, нет, еще не выигран. Еще кто-то... А, на Индоре бегает. Индора, кстати, может законтрить Бедвира. На самом деле, то есть ты активируешь щит, и она под него залазит, благодаря своей способности, когда она в Астрал уходит. И все. Вот. Вот, кстати, видите, как мы лечимся? Она, кстати, перестала стрелять. То есть, видимо, уже встречал Бедвира и знает, как играть против него. Ну вот. Ну, в общем, Индора, она, если огнеметы поставить, она Бедвира разберет. То есть, может так сложиться хорошо. Ну, а другие Титаны, я не знаю. То есть, Эйфель, ну, не знаю. Вот жалко, что мы Эйфеля не встретили, конечно. Так бы, конечно, наглядно было бы. Я бы вам показал. Конечно, да, если вы там сделали ошибку, и там без щита остались, вас разберут. Потому что там 5 пушка, огневая мощь вообще колоссальная. Ну, просто так вот, если вы грамотно будете играть, вам никто ничего не сделает. Ну, и Индору мы разобрали тоже, да. Так, 30 роботов. Если один ливнул из них, то, ну да, по сути, больше никто ничего высаживать не будет. Ну, да, все, бой закончился. Урон, кстати, сейчас будет не очень большой, потому что как-то быстро они очень умирали. Там не было таких супер-мега прокаченных товарищей. Ну вот, все равно сейчас посмотрим, против кого мы играли. Потому что меня всегда спрашивают, типа, плоском покажи, там. Может, ты против бронзы какой-нибудь играешь, и поэтому так всех разносишь. Так, ну сейчас загрузится. А, ну вот, все, показывает нам статистику. 21 робота убили. Нанесли почти 7 миллионов урона. Кстати, серебра дали 5 миллионов. Если бы тут можно на компьютере было еще рекламу смотреть, а то, думаю, там миллионов 8 точно было бы. Так, ну и мы играли против, там, чемпиона, мастера, чемпиона, чемпиона. Ну, в общем, такие вот товарищи, в основном, чемпионы были. Но не сказать, что они очень прокачены. То есть тут, по сути, мы всех с вами выносили. Ну, в общем, да, еще, кстати, кораблик дают. Если вы не видели, то зайдите в новости. Это очень классно. Там, корабль Тиры 4. Ну, в общем, ладно, вердикт какой? Сейчас я открою Бедвира. Титан огонь. Ну, то есть, серьезно. То есть, кто мне там говорит, что Титан плохой, что ни в коем случае не качайте, берите эйфель, и все будет у вас хорошо. Ну, я не знаю, вы просто, блин, Бедвира прокачанного не встречали пока что. Пушки тоже классные. Мне кажется, только их будут делать слабее, потому что они, ну, сами видели, все выносят подряд. То есть, Бедвир, он в балансе. Он просто очень хороший. А пушки вот там под вопросом. Поэтому обязательно участвуйте в розыгрыше. Может, получите такого Титана классного. Там условную акустику с рук или там лучидоры переставить, или ваджи, и будете тоже ходить неплохо так всем наваливать. Тем более, эти пушки уже точно никто слабее сделать не будет. Вот, а огнеметы, наверное, все-таки отрибалансируют. А то жесть какая-то. В общем, получается какое-то такое вот видео. Думаю, на этом можно заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Если оно вам понравилось, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, а с вами с вами был я, Полоскун. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok